Процесс наложения грунта на доску, приступая к работе над грунтом, в первую очередь необходимо приготовить клей. Способы приготовления клея сводятся в основном к следующему. Размельченные плитки столярного или пластинки рыбьего клея заливаются холодной водой приблизительно на сутки, а затем сосуд с набухшим клеем помещают в специальную посуду, называемую «клеянкой». Она состоит из двух котелков, входящих один в другой, причем больший наполняется водой и ставится непосредственно на огонь. В меньший помещается клеевой раствор между дном большого и дном малого котелков, обязательно должен быть промежуток. Заполненный водой таким образом клей варится на медленном огне, чтобы он не перегревался и не перекипал. Так как от высокой температуры он теряет свою крепость, такой способ варки клея называется варкой на водяной бане. Готовый клей переливается в другую посуду, разбавляется горячей водой, составляя примерно 3-5% дефисократкая раствор клея клей наносится очень горячим широкой кистью щетинкой по лицевой поверхности доски так, чтобы доска хорошо пропиталась и хорошо закрепилась, так как древесина, особенно если она старая или рыхлая, может потом тянуть в себя клей из грунта и тем способствовать его отставанию от доски хорошо входит в дерево только. Жидкий и горячий клей, крепкий или теплый клей размазывается по поверхности. Доски. Не давая нужных результатов, проклеиваются одновременно и торцы досок, поскольку влага проникает в древесину, главным образом, через торцы поперечный разрез после проклейки доску необходимо хорошо просушить. Время высыхания длится иногда несколько часов, иногда сутки, в зависимости от температуры и влажности помещения, в котором идет работа, если древесина доски слишком рыхлая или пересохшая. После просушки рекомендуется проклейку доски повторить, когда доска таким образом подготовлена. Наклеивается паволока, предварительно приготовляется приблизительно 15% дефистократкая. Раствор клея первого часть клея на шесть частей воды, если попробовать клей на ощупь. Пальцы будут сильно липнуть один к другому, по размеру доски отрезается кусок редкой материи с учетом торцов, если на них нет врезных шпонок паволоку погружают в клеевой раствор на одну-два часа с целью равномерного насыщения ее клеем, затем тем же раствором горячего, крепкого клея проходит широкой кистью по доске, ткань слегка отжимают, накладывают на доску, захватывая и торцы, расправляют, приглаживают и ставят на просушку. При этом не следует слишком натягивать материю, особенно в местах лузги, имея в виду то, что ткань при высыхании съеживается и может отстать, образуя под собой пустоты. На проклеенную доску можно накладывать и сухую паволоку, особенно если это тонкая марля, но в таком случае необходимо после того, как она хорошо приглажена, поверх ткани пройти горячим более жидким клеем, с тем, чтобы материя хорошо пропиталась раствором, если же доска крупного размера и… Особенно, если в помещении прохладно, удобнее другой способ наклеивания по волоке сухую ткань надо накатать на какой-нибудь деревянный или свернутый, из картона стержень. Затем широким флейцем наносят горячий клей на доску последовательно, захватывая небольшую площадь по ширине, от края до края тут же накладывается накатанная на стержень ткань, у которой отпускается некоторая часть на торец ткань, положенная на клей, приглаживается рукой. Таким образом последовательно проклеивается доска и одновременно постепенно раскатывается паволока и… Разглаживается, когда наклейка по волоке на лицевую сторону закончена, проклеиваются торцы, на которые загибают концы ткани и здесь ткань не следует натягивать после этого горячим клеем 12, 10 проходит по всей доске, обильно пропитывая ткань сверху доска выдерживается до полной просушки, после этого приступают к наложению. Грунт и грунт, левказ, изготавливается и наносится на подготовленную доску. Следующим образом в раствор клея крепостью 10, 8% первого часть клея на 5 частей воды высыпается просеянный мел в таком количестве. Чтобы в хорошо размешанном виде масса была похожа на жидкие сливки на доску, она наносится широкой кистью или просто наливается на отдельные участки, но в том и другом случае крепко притирается рукой, чтобы левказ хорошо заполнил все отверстия в ткани и в них не осталось воздуха руки при этом должны быть вполне чистыми, так как нечаянно образовавшееся жирное пятно может испортить всю работу. Этот процесс у иконописцев называется побелкой и может повторяться 2-3 раза. Тончайшие слои накладываются каждый раз после полной просушки предыдущего слоя без побелки следующие слои. Более густого грунта почти всегда дают трещины, затем в побелку добавляется еще мел, так, чтобы левказная масса получила консистенцию жидкой сметаны, которая наносится на доску поверх побелки шпателем, им же приглаживается слои грунта должны быть очень тонкими, поэтому шпатель при работе следует крепко прижимать к доске. Чем тоньше слои левказа, тем меньше возможностей грунту растрескаться. Грунт, наложенный толстым слоем, дает трещины через несколько часов, так как его влага, как лежащего на толстой основе доске, может испаряться только с одной стороны и верхние слои грунта, быстро затвердевая, дают усадку, нижние же находятся еще во влажном состоянии, отчего верхний слой растрескивается и край трещин получают немного оплывшую. Закругленную форму некоторые мастера, нанося до 10 и более тончайших слоев, весь грунт притирают ладонью, во избежание трещин, однако шпатель, как инструмент твердый, лучше заравнивает случайные неровности поверхности доски, и в этом есть свое преимущество рука же, втирая левказ, неровности повторяет нанося грунт шпателем, не следует притирать им по одному и тому же месту, хотя бы и для выравнивания слоя это не только не сделает его ровным, но и может снять нижние размокающие слои достаточно пройти 2-3 раза. Выравнивание же является особым процессом, после просушки левказа шпателем грунт наносится в 3-4 слоя, чтобы последние слои ложились ровнее, рекомендуется после двух слоев всю обрабатываемую поверхность спемзывать, сравнять пемзой с водой, делается это. Следующим образом наливают в блюдце воду, опускают в нее на минуту заранее заготовленный кусок пемзы, затем, вынув его, оставляют на нем одну только большую каплю воды и начинают пемзовать левказ участок за участком. Заравнивая попадающиеся углубления, после этого последние слои ложатся ровнее и легче одновременно с. Грунтовкой лицевой стороны доски идет точно таким же образом грунтовка торцов, но только в том случае, если в них нет врезных шпонок, количество грунта надо стараться приготовить с таким расчетом, чтобы его хватило на все процессы, так как во вновь приготовленном грунте пропорция содержания клея может измениться, если новый левказ по крепости. Клея окажется слабее предыдущего. В этом беды не будет, а если он будет крепче нижних слоев, то его растрескивание неизбежно. Так как эта работа растягивается на несколько дней, есть необходимость предохранять остающийся грунт от засыхания, для этого сосуд с левказом покрывают хорошо. Смоченный в воде и отжатый тряпкой и ставят в прохладном месте не следует закрывать банку с грунтом плотными крышками, от этого грунт быстро портится, расслаивается и разжижается, случается, что по окончании работы на верхнем слое тщательно сделанного грунта появляются мелкие трещинки, это может произойти по двум причинам, если верхний слой оказался крепче нижних, в этом случае в оставшийся грунт следует добавить немного воды, ложку или несколько капель. В зависимости от количества оставшейся массы, подсыпать мел, то есть сделать грунт послабее и покрыть им всю поверхность доски еще два-три раза, возникновению трещин могут способствовать соли, содержащиеся в воде и придающие ей жесткость, а левказу хрупкость ввиду этого рекомендуется употреблять при замачивании клея мягкую воду кипяченую или дождевую. Если неожиданно на готовом левказе появится приподнятость, то есть под левказом начнет отделяться от доски паволока, следует аккуратно проделать в этом месте отверстие, влить в него жидкий клей шприцем или кисточкой мелкого размера, заложить вдвое или втрое сложенной папиросной бумагой и поставить под теплый утюг на одну-два часа, если бумага приклеится, ее надо осторожно отмыть, такое отставание паволоки происходит в том случае. Если доска в самом начале была плохо проклеена, то есть с пропусками, или холодным клеем, только горячий и жидкий клей хорошо проходит в древесное волокно и закрепляет его, и только после полной его просушки можно наклеивать паволоку, в противном случае при поднимании левказа. Отделение паволоки может идти постоянно и в разных местах, даже во время работы красками, крайне усложняя дело.